Подарки своими руками в селе Биаза Северного района школьники изготавливают игрушки и предметы интерьера из самых разных подручных материалов. Насколько детские подделки могут составить конкуренцию сувенирам из магазинов узнала Елена Кинт. Здесь у нас должно быть немножко уголочек. Модуль в модуль и необычная подделка готова. Но не все так просто. Это результат кропотливой и долгой работы. Женю Трофимова считают самым опытным. На занятия ходит уже три года. Там всякие цветочки делал, а потом уже самолеты и все такое делал. Занимательнее? Да, интересно. Намного чем в компьютерной игре? Намного. Ребята рисуют, лепят, мастерят. Возраст не имеет значения. Пятилетний Стас, например, не уступает старшим товарищам. Сейчас не получилось, а хорошо сейчас получается. Что любишь делать? Какие подделки? А цветы люблю делать. Больше всего дети любят работать с бумагой, рассказывает Галина Петровна. Ее можно мять, рвать, резать, раскрашивать, клеить. Да и покупать не приходится. Любая старая газета или журнал – все идет в дело. Это, во-первых, развивает моторику рук. Вот мы делаем такие вазы. То есть мы сгибаем их в колечки и делаем. Это до того простейший способ сделать красивую вазу. Не надо переплетать, не надо ничего. Склеил и все. Но факт тот, что получаются очень красивые вазы. Игрушки и сувениры, сделанные руками детей, ничем не уступают магазинным изделиям. Какую бы подделку ни начал делать ребенок, она превращается во что-то оригинальное, потому что фантазия работает. Делаем что-то одно, получается другое. То есть то, что дети потом придумывают, размышляют, мы додумываем, дорабатываем и делаем. Но подделки не продают. Дарят мамам, бабушкам, друзьям на день рождения. Некоторые участвуют в ярмарках, где на вырученные средства приобретают новый материал. А с сентября здесь заработает еще один кружок по выжиганию. Приобрести необходимое оборудование стало возможным благодаря выигранному гранту. Елена Кинт, Николай Подскребышев, Новости ОТС.